Это очередной тренинг по подготовке волонтеров в области ВИЧ-СПИД. Еще их называют тренерами-мультипликаторами. Они на примерах в игровой форме объяснят школьникам, насколько важны в жизни доверие, поддержка и взаимопомощь. Для участников провели презентации, специальные игры, а также различные опросы, касающиеся профилактики заболевания. Как результат, если говорить о статистике, то мы стоим на пятом месте в республике по распространению ВИЧ-инфекции. Нам удалось остановить этот процесс с учетом того, что мы очень тесно работаем с образовательными учреждениями в молодой среде. И сейчас новые случаи ВИЧ-СПИДа регистрируются больше в старшем возрасте. То есть это возраст после 39 лет. Тренинг был подготовлен по принципу семинара. Главная тема – ВИЧ и его профилактика. В презентациях знакомили со статистикой заболеваемости в разных регионах нашей республики. С 1989 года зарегистрировано 533 пациентов, которые имели ВИЧ-инфекцию. На сегодняшний день у нас на учете 333 человека, которые мы с ним занимаемся и получаем арбитерапию. Также врачи-специалисты рассказывали о путях передачи вируса и напоминали, что вирус не передается через рукопожатие и объятие. Участники тренинга считают, что подобные мероприятия помогут снизить уровень заболеваемости ВИЧ в Приднестровье. Их необходимо проводить как среди взрослых, так и среди учеников. Мы проводим беседы, конечно же, лекции, классные часы. Мы проводим презентации, мы показываем фильмы детям. Это самая разнообразная форма работы с детьми, потому как это надо, это необходимо. Для того, чтобы узнать свой статус, можно сделать тест на ВИЧ в Центре по профилактике и борьбе со спидом в городе Тирасполе. А также там можно получить до и после тестовое консультирование. Учреждения оказывают медицинскую помощь населению республики с применением высокоэффективных медицинских технологий. Елена Расланова, Мария Болотаева, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.